Теперь я хочу пригласить Яна и Лукаса, которые проведут последнюю презентацию этой конференции. А я с вами поговорю чуть позже. После презентации Яна и Лукаса будет заключительное слово от организаторов. До свидания. Спасибо большое, Руслан. Спасибо. Ну что ж, у меня две новости. У меня есть хорошая новость, а есть плохая новость, которую вы хотите услышать сначала. Сначала плохие новости. Ну, к сожалению, это выступление у Руслана было последним. Мы девять дней слушали очень интересное выступление, и все рано или поздно заканчивается. Но очень скоро... Сейчас хорошая новость. Где-то в середине января мы проведем очередную конференцию. И если вы пропустили выступление за эти дни, заходите, пожалуйста, на сайт lingvahackers.com, дробь, report, или record, и там... Да, record. И там можно приобрести записи всех выступлений. Если вы владеете только русским языком, то можно приобрести пакет с синхронным переводом, потому что у нас работают двое переводчиков, и по следующей ссылке можно приобрести записи на русском языке. Да, все правильно. Record 1. Для русского языка. Это все. Теперь мы с Яном будем отвечать на ваши вопросы, и, конечно, хотелось бы услышать ваши комментарии, ваши отзывы. Вы нас слушаете уже десятый день, и, наверное, у вас есть ценные мысли, которыми вы могли бы поделиться с нами. Так, вопрос от Энди. Сколько времени потребуется, прежде чем покупатели записи получат доступ к записям? Яна ответит. Да. Энди, я вам скажу. Нам нужно немножко времени для подготовки видео, после окончания конференции. Конференция закончится через полчаса. Наверное, к началу следующей недели. Нам нужно три недели. Он сказал три недели, чтобы подготовить все видео. Поэтому в начале следующей недели... Наверное, он оговорился. В начале следующей недели уже будут готовы записи. Лукас пропал, но, я думаю, он скоро вернется. Я хочу поблагодарить всех вас за то, что вы присутствуете с нами, за то, что вы слушали все эти выступления. Спасибо вам огромное. И, пожалуйста, мы хотим услышать ваше мнение о прошедшей конференции. Возможно, у вас будут советы, какие-то предложения для предстоящих конференций. Заходите к нам на страничку Фейсбука, и там вы можете оставить комментарии, критику, любую обратную связь. Пожалуйста, пишите там свои комментарии. Мы с удовольствием подсчитаем. Прочитаем все, что вы напишете. Как сказал Лукас... Лукас, ты сам скажешь, наверное. В заметках вы найдете всю эту информацию. Вы, возможно, заметили, что каждый день перед началом конференции мы проводили уроки по разным языкам. Я провел три занятия по французскому и испанскому языку. Лукас провел три занятия по бразильскому варианту португальского языка. Эти языки были бесплатны. Но наши языковые лагеря это 21 занятие. На следующей неделе мы начнем курс по французскому языку, по испанскому. Значит, французский для тех, кто знает английский, испанский для тех, кто знает английский и португальский для тех, кто знает английский. То есть, три языка начинаются через неделю. Поэтому зарегистрируйтесь поскорее. Для тех, кто интересуется, кто не знает, что такое языковые лагеря, заходите по этой ссылке. Мы с Лукасом считаем, что это идеальная программа для начинающих. По этой ссылке вы можете узнать все, что вас интересует. Мы также проводим такие языковые занятия и для русскоязычных. В русской комнате, в бинарной комнате ссылки будут указаны для русскоязычных, потому что у нас тут есть две комнаты, английская и русская. Лукас, ты хочешь что-нибудь добавить? Спрашивают, собираетесь ли вы сделать курс по немецкому языку? Да, да. Обязательно и немецкий, и сначала, к концу года, итальянский, потом в начале следующего года мы запустим немецкий. Если вас интересует немецкий или английский, заходите к нам на сайт, где вы можете подписаться на рассылку, и вы первыми узнаете об открытии регистрации на эти курсы? Такое пожелание от Алексея модерировать вопросы и ответы на следующей конференции, чтобы спикеры не отвлекались. Да, может быть, мы что-нибудь придумаем. Давайте еще несколько вопросов обсудим. И, кстати, тут у нас разные языки. Может, мы начнем общаться на разных языках? Как пришла к вам идея проведения онлайн-конференции? Суть в том, что многие хотели бы попасть на конференцию полиглотов, но если ты живешь в Австралии, например, то вам будет довольно сложно попасть дорого, попасть в Европу или в Исландию, где проводится конференция в этом году. Мы подумали, что в онлайн-конференции могут участвовать все, неважно, где вы живете, в Исландии, в Бразилии, в Австралии, любой может принять участие. И до нас никто этим не занимался. Это именно Олег уговорил нас провести такую конференцию. Кстати, Олег скажет заключительное слово через минут 15, а потом у нас, по-моему, будут фейерверки. Да, Лукас? Вопрос. Как вы поддерживаете знания разных языков? Ребята, может, мы поговорим на разных языках тут, чтобы это было веселее, чтобы было веселее, или же лучше на английском, чтобы все понимали. Ну, как поддерживают знания? С помощью практики. Как вы нашли Акинцева для того, чтобы объединить столько русских полиглотов? Конечно, я только полагаю, но, по-моему, процентов 80 присутствующих здесь русские. Алексей или Лукас, может, ты ответишь на этот вопрос по-русски? Такой вопрос. Как мы познакомились с Акинцевым? Да? Такой вопрос. Давай ты ответишь на русском, а я переведу на английский. Лукас отвечает на русский, поэтому заходите в английскую комнату, чтобы его послушать. мы хотели вступать на новой конференции. И, по-моему, кто нас пригласил? По-моему, Руслан нас пригласил, потому что какой-то спикер не мог участвовать, и, поэтому Руслан нас пригласил, и, таким образом, мы познакомились с Олегом, и, друзья, мы организуем не только эту конференцию, еще вот эти бост-кампы в России. Нет. Теперь Ян повторяет. В прошлом году Олег, основной организатор конференции, проводил другую конференцию в интернете на русском, и нужен был спикер. Там Руслан выступил, Руслан предложил еще нашей кандидатурой, и так мы познакомились с Олегом. А также мы проводили с участием Олега языковые лагеря в России. Вот так мы и познакомились. Еще какие языки у нас есть? Еще какие вопросы? И не знаю, почему вы не получили бесплатные уроки, но напишите нам еще раз в ваш интернете, мы можем отправить еще раз первые три бесплатные уроки. Ага, и не приходите в подскавку. Но пишите нам пожалуйста мэйл, и мы вам отправим эти уроки. Окей, агора Руслан хочет вам ки... Ченщи формат в португальском, Ну что, ответим на португальском? Молен португальском, но после физо примерно 30 минут, и депозже продолжим. Это вернадь, я сделал первые 30 минуты, с словами и сложные и сложные 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 для вас. Но не важно, потому что я практически Мы сейчас, конечно, просто болтаем на португальском. Значит, вопрос такой, когда лучше начать общаться? Кто-то считает, что лучше откладывать начало общения, а кто-то общается с первого дня. Мне кажется, общаться лучше тогда, когда вы считаете лучше. Я лично предпочитаю начинать общаться с самого начала, потому что я сторонник философии, стратегии общения с первого дня. Я стараюсь говорить на языке с первого же дня, даже если это совсем простые фразы. Я стараюсь говорить с первого дня. А ты как, Ян? Это зависит, во-первых, от ваших целей. Если вы хотите быстро заговорить, то, конечно, понятно, что нужно общаться с самого начала. Если у вас много времени, и вы хорошо учите языки, можно, конечно, растягивать этот процесс. Но для таких людей, которые никогда не изучали иностранный язык, мне кажется, полезнее всего говорить с самого начала, потому что таким образом вы сразу увидите результат. А это прибавит вам мотивации, потому что без мотивации многие бросают изучение языка, не достигнув уровня разговорного владения языком. Да. Алена спрашивает, выступили не все правоначально заявленные спикеры? Что-то не получилось? Мы сможем их когда-нибудь услышать? Теперь повторим на русском. Ну, такой вопрос. Выступили не все первоначально заявленные спикеры. Что-то не получилось? Мы сможем их когда-нибудь услышать? Потом, на русском. Потом, на английском. Первое, в русском, я попробую переводить. Я не все понял, кстати, что ты сказал, вопрос такой, были спикеры, заявлены спикеры, не выступили? И мы привели пример нашего друга Себастьяна, который должен был выступить на французском. Лукас его уговаривал, но в итоге он сказал, что он не готов выступить. И таких случаев было несколько. В следующий раз мы постараемся обработать людей заранее. Ну, что сказать, у нас сейчас первая конференция, в следующий раз будет лучше, безусловно. Вопрос от Бориса. Лукас, ты великолепно владеешь русским языком. Я такого уровня русского не встречал в средине носителей языка. Вы собираетесь воспитывать детей, многоязычных детей? Ну, это зависит от того, какие языки будет знать моя жена. Как минимум, португальский, еще какой-то язык, русский, наверное. Спасибо за комплименты, кстати. Ребята, собираетесь ли вы воспитывать многоязычных детей? На каком языке мне отвечать? Давай на французском. Мы еще не услышали твой французский. Ну, хорошо. Ты можешь ответить на французском или на французском. Или на голландском, может, ты ответишь. Да, ну, отлично. Я отвечу на двух языках, а потом переведу на английский и объясню, почему я отвечу на двух языках. Да, я думаю, что мы будем воспитывать наш сын в Бритале, потому что я говорю на английском, и мой брюнец, это французский. Поэтому я думаю, что мы будем делать это так, потому что мой язык, национальный, это Мерландский, и мой любимый, это французский. Да, я сказал, что мы сейчас ждем ребенка через две недели родиться. И я буду общаться, я буду с ним говорить на голландском, а моя девушка с ним на французском, она французненькая. Поэтому, да, мы будем общаться на этих языках с нашим ребенком. Спасибо. Так, читаю комментарии. Спасибо большое за замечательную конференцию. Если будут еще конференции, пригласите, пожалуйста, Эллина Джовина, Босис Маккормика и Энтони Лоудера. Мы их обязательно запишем. Кстати, одного из них мы пригласили, но, по-моему, не получили ответа. Еще такой вопрос. Как вы считаете, грамматику нужно изучать, или ее можно как-то усвоить в ходе общения? Мне кажется, это зависит от нескольких факторов. Если вы изучаете язык, который никак не похож на ваш родной язык, то, наверное, необходимо будет изучать грамматику специально. Для меня, например, для бразильцев русский язык настолько отличается от всего остального. Даже если бы у меня были тысячи часов контакта с русским языком, я бы все равно не выучил грамматику. Поначалу грамматику изучать, конечно, полезно, но еще лучше изучать грамматику по ходу. Я обычно привожу такой пример. Если вы изучаете русский и хотите сказать «я хочу купить книга», если вы скажете эту фразу, то если вы способны уже сказать эту фразу, то вам пора уже понять, почему склоняется слово «книга», чтобы сказать фразу правильно «я хочу купить книгу». Вопрос такой, сколько времени нужно для поддержания уровня знаний. Если у вас уровень B1 или B2 хотя бы, то поддерживать язык будет легче. Но если вы хотите поддерживать язык, то можно общаться хотя бы раз в месяц на сайте italki, можно посещать языковые клубы. Я лично много читаю на разных языках, и для этого использую ресурс Link. Ну, также есть и другие ресурсы. Но что здесь главное? Создать среду, в которой необходимо использовать данный язык. Какие еще рекомендации у тебя, Лукас? Да, я пользуюсь карточками для запоминания слов. После пробуждения первое, что я делаю, это позаниматься с карточками в течение нескольких минут. Конечно, недостаточно работать только с приложением Anki. У меня есть языки, на которых общаюсь редко. Ну, например, голландский. Несмотря на то, что это родной язык Яна. На этом языке я общаюсь нечасто, поэтому карточки позволяют мне сохранять тот уровень, который у меня есть. Еще какие языки вы хотите услышать? Всегда прикольно общаться на разных языках. Но только если наши слушатели хотят. Ну что ж, уже почти половина десятого. Мы еще послушаем по пульсу. Ага, вопрос такой. Когда будет следующая конференция? Лукас отвечает на русском. Ну, скорее всего, в январе. В начале января. Вопрос такой. Когда будет следующая конференция? К концу января. Правильно? Да. К концу января. На польском и на финском. Польские. Я скажу, аян переведет. Января. 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 Я св2020. Лукас говорил, что когда мы были в Москве, мы провели первый урок по финскому языку, и там я выучил немного финского языка. Правильно. На самом деле я просто... Я придумал этот перевод. Но видите, насколько важен контекст. Я из всего этого потока понял всего пять слов, но исходя из контекста, я смог догадаться. Ну что, по-моему, на этом можно уже заканчивать. Если вас интересуют языковые программы, то пройдитесь по ссылкам, которые указаны в заметках конференции. Может быть, и вы не успели посмотреть все выступления. В таком случае пройдитесь по ссылке, указанной здесь, чтобы приобрести записи всех выступлений. Наверное, это человек, который очень хорошо может ответить на этот вопрос. А так, если он не ответит, я быстро подпишу. Да, можно. Я вам там все детали по почте. Так что, кто интересует, кто хочет принять участие в наших буткампах, вообще-то нам, пожалуйста, не смог. Спасибо большое, ребята. Олег, просто... Спасибо большое, ребята. С нами Олег. Олег зашел в комнату. И это означает, что конференция уже подходит к концу. Да. Слава? Славу? Спасибо, Руслан. Спасибо, Ян и Лукас. Здравствуйте всем. Я поговорю по-русски, потому что здесь у нас действительно много русских, где-то половина слушателей. И Ричард будет меня переводить для нашей англоязычной аудитории. И для этого ему нужно перейти в английскую комнату. Ричард, я тебя жду. Так, секундочку, я включу другую комнату. Если ты меня слышишь... А, привет. Так, есть ли эхо, Ричард, у тебя? Есть ли эхо? Нет эхо, который я могу слышать. Отлично. Итак, друзья, я поздравляю вас с тем, что наша первая конференция прошла, ну, я считаю, удачно, хорошо. И я готов ответить на, может быть, несколько вопросов, которые есть специально для меня. Да, и хочу сказать, что действительно мы с моими партнерами решили, что это будет постоянная площадка. Мы будем делать такого рода конференцию три раза в год. Следующая в январе. И вы внимательно следите за рассылками, потому что в этих письмах будет информация об этом мероприятии. И у нас уже есть дата следующей, третьей конференции, которая состоится в конце апреля. И я очень рад, что Ричард находится здесь со мной в одной комнате, потому что я хочу с вами поделиться этими идеями. Идея состоит в том, что с апреля мы начнем запускать онлайн-конференции из оффлайнового мероприятия. Это будет, может быть, небольшая тусовка, где можно будет пообщаться на разных языках. И можно будет в оффлайне собраться. И первый раз это состоится в Тбилиси, как раз с помощью Ричарда в Грузии в конце апреля. Я вас уже сейчас могу пригласить туда. Будет небольшой мастер-майнд полиглотов и тусовка. То есть это не конференция, это просто общение. И там будет дан старт 10-дневной онлайн-конференции. Итак, я уже имею в виду даты для нашего третьего конференции, который будет проводить в конце апреля. И я рад что Ричард здесь, потому что он помогает нам сделать это. Это будет проводить в Тбилиси, Георгия, где Ричард живет. И начнем с этой третьей полиглотов-конференции, мы будем использовать новый формат. Мы будем использовать офлайн-конференции, и можем использовать офлайн-конференции. Это будет начать посадить в конце концов, и у них будет начаться в конце концов. И мы будем использовать флайглотов-конференции. И это будет часто, чтобы по-производителям, и будет начать над тем, кого-то наше 20-дями-конференции. И это будет начать с тема. Да, и еще отвечу на вопрос, который здесь был задан Лукасус Яном, о тех спикерах, которые не дошли до нас, но которые обязательно будут на следующих конференциях, например, такие как Дмитрий Петров, это российский полиглот, и Юлия Девяткина, мама Беллы Девяткиной, знаменитой девочке, которая в 5 лет говорит сейчас уже на 8 языках, к сожалению, и тот и другой оказались в дороге во время конференции, и у Петрова был в Каталонии, был очень слабый интернет, мы решили, что они выступят на следующей конференции, обязательно они, в общем, обещали. I want to answer the question that was directed towards Ян и Лукас, about speakers who were not able to participate in the conference. We had two speakers in particular that I really wanted to bring to the conference. Those are Дмитрий Петров и Юлия Девяткина. Юлия Девяткина, this is a 5-year-old girl who already speaks 9 languages. We really wanted these speakers to participate in our conference, but as it turned out, they were en route. They were traveling during the dates of the conference, and the internet connection for Дмитрий Петров was not good enough for him to participate in the conference. So we will get these speakers in the future, for sure, as well as other interesting speakers in the Polyglot community. Да, здесь вопрос о том, как пришла идея организовать конференцию, но здесь все очень просто. Мы последние 10 лет занимаемся организацией мероприятий онлайн по нескольким направлениям, и одно из ключевых – это обучение языкам. И, может быть, не все знают, но в 2013 году в марте мы делали оффлайн мероприятие в Москве, ну и оно оказалось первой конференцией полиглотов на самом деле. Через несколько месяцев в Будапеште Ричард сделал конференцию. И мы делаем мероприятия языковые буквально каждый месяц, иногда каждую неделю. Это конференция полиглотов, это 10-дневные тоже большие конференции для желающих изучить английский язык или испанский язык, или французский, или немецкий, и так далее. И мы это будем делать для разных языков и для разных стран. То есть, следите, опять же, за нашими рассылками. В 2013 году мы heldали аффлайн полиглот event, который был в первой, в целом регионе. Всказывая, когда Ричард Синкотт организовал первый полиглот conference в Будапеште. И в данном случае мы приехали первым. And other than the subject of language learning, we hold events on other business subjects and other topics as well. And regularly, about once every month, we hold online conferences, sometimes lasting up to 10 days for learners of English, Spanish, and other languages. And we continually are adding new languages to our mix of events that we are holding online. Да, друзья, если вопросов сейчас больше нет, мы будем постепенно завершать наше мероприятие. Если вдруг вы захотите, у вас возникнет вопрос потом, вы можете написать, мы обязательно на него ответим письменно. Также хочу напомнить, что несколько дней будет держаться цена на записи, и вы совершенно свободно можете, вот в заметках слева вы видите ссылки, вы можете приобрести записи и услышать все выступления нашей конференции. А также я вас очень-очень прошу в Фейсбуке, зайти в группу Фейсбука и оставить отзывы. Для нас это очень важно, и, может быть, отзывы и какие-то замечания, советы для того, чтобы конференция следующая была лучше. На самом деле, я хочу сказать, что если вы не сможете записать, You're signed up to receive the entire recordings of all the recordings of the speakers of this conference. You can follow the links shown in the notes to the online conference here in the left, the lower left part of the screen. And the price will remain the same, will remain constant for several days after the conference. And if there are no more questions, then I think I can start concluding our conference. And I want to remind you all to not forget to visit our website, our group page on Facebook. Please stop by our page, leave your comments, your suggestions, even critical remarks. This feedback is very important for us to improve the quality of our conference and to get some feedback from participants. You can write things that you remember from the conference, memorable moments, suggestions, things that you would like to see next time and so forth. Да, Руслан, не беспокойся, я все помню. Еще перед тем, как мы с вами простимся на этой конференции, еще три вещи, которые здесь произойдут. Первое. Я хочу, чтобы вы поаплодировали восклицательными знаками нашей замечательной, гениальной команде спикеров. Это все спикеры, которых вы сейчас увидите на слайде, они достойны этого. Это были супер выступления. Только я сейчас не вижу пока. Да, вот они все здесь. Но это супер команды, я считаю. За небольшим исключением, нескольких человек здесь нет, но это лучшие полиглоты мира. И я очень горд, что нам удалось собрать их всех вместе. Я думаю, что вы согласитесь, что это фантастическое команда, которое мы собираемся здесь в этой конференции. Конечно, есть некоторые названия, но мы имеем здесь некоторые из самых больших названий, лучших полиглотов в мире, которые говорили в этой конференции. Я думаю, что вы все можете согласиться с этим. Вторая вещь, это я прошу вас тоже выразить благодарность через аплодисменты нашей команде, которая готовила всю эту конференцию. Это достаточно большая команда. И чтобы это произошло, они работали с утра до ночи несколько недель. Поэтому прошу вас тоже поблагодарить нашу замечательную команду. Ну и третий, последний, завершающий акт нашей конференции, нашего такого многодневного марафона, это фейерверк. Друзья, праздничный фейерверк. Мы завершаем им наши события и до встречи в январе. И последний и последний, пока мы говорим в этом первом Лингвахаке, это фейерверк. Поэтому давайте посмотрим это все вместе, пока мы говорим в следующем конференции, в Январе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А мы медленно уходим. Всем пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...